Программа «Новости будущего» создана при поддержке сети магазинов цифровой и компьютерной техники «Пью». Всем привет! Это «Новости будущего» – все самое интересное из мира науки и высоких технологий. В студии Елена Иванова. Машина времени Дока Брауна снова появится на дорогах в 2013 году. Ставший культовым, этот автомобиль завоевал такую популярность, что компания DeLorean Motor Company совместно с компанией Epic Eve готовит выпуск обновленного автомобиля DMC-12. Только на этот раз он будет полностью электрическим. Внешне обновленный автомобиль ничем не будет отличаться от прежнего, наверняка хорошо известного вам по фильму «Назад будущее». С новым электрическим приводом мощностью 260 лошадиных сил новый DMC-12 может развить скорость в 200 км в час. Конечно, такие возможности автомобиля не могут не затронуть его конструкцию. Аккумуляторные батареи и сам электрический привод будут размещены сзади, там, где находился двигатель у оригинального DMC-12. А взамен старой трансмиссии на автомобиле будет установлена гибридная гидравлическая. Более никаких подробных данных и характеристик относительно нового DeLorean пока не сообщается. Но, глядя на снимок предполагаемой приборной панели, можно увидеть экран навигационной системы, док для iPhone или другого смартфона, который станет сердцем медиа-системы автомобиля. Стоить обновленный DeLorean будет в районе 90-100 тысяч долларов. И, к сожалению, за эти деньги во времени перемещаться не будет. Как видим, в мире появляется все больше и больше электрических автомобилей. А в ближайшем будущем ожидается целый бум в этом направлении. Но ситуация с зарядными устройствами электромобилей весьма напоминает ситуацию с зарядниками для мобильных телефонов. Каждый производитель устанавливает на него собственное зарядное устройство. Такое, какое считает наиболее подходящим. И, естественно, у будущих владельцев электрокаров возникает резонный вопрос. Для того, чтобы зарядить аккумуляторы того же DeLorean DMC-12, нужно будет ехать на специализированную зарядную станцию. Или это можно будет сделать на любой ближайшей. В связи с этим уже семь ведущих автомобилестроительных компаний согласились использовать единую универсальную систему зарядки. В пресс-релизе, опубликованном компанией Ford, указано, что компании Audi, BMW, Daimler Chrysler, GM, Porsche и Volkswagen достигли соглашения о внедрении пока на территории всей Северной Америки единая зарядная система для электромобилей и гибридных автомобилей. Сердцем этой системы и стандарта станет универсальный разъем, которым к автомобилю будут подключаться как малые домашние зарядные устройства, так и большие зарядные станции, расположенные на дорогах и автомагистралях. Помимо этого, новая зарядная система будет поддерживать технологию Home Plug Green PHI, с помощью которой аккумуляторы электромобиля будут подключаться к умной энергетической системе Powerline. Это позволит заряжать аккумуляторы в моменты минимальной нагрузки на электрические сети и использовать энергию аккумуляторов в моменты пиковых нагрузок. Новое решение будет совместимо со всеми промышленными стандартами, действующими на территории Европы и США. Заметили, что во вновь созданном Союзе как-то не хватает японских и корейских участников. Остается надеяться, что и восточные автомобилестроители, такие как Nissan, Toyota, Honda и другие, не меньше заинтересованы в создании стандарта и вскоре присоединятся к этому Союзу. Далее о новинках. Инженеры Майк Добсон и Дэвид Джилдей продемонстрировали робота, собранного из четырех комплектов роботизированного конструктора Lego Minster NXT. Мозгом этой машины является процессор смартфона Samsung Galaxy S2, один из самых производительных в своем классе. Задача у системы всего одна – собирать кубик Рубика. И вот здесь даже такой примитивный в принципе проект, как CubeSorme 2, показывает свое превосходство над человеком. На демонстрационном ролике робот собирает кубик с неимоверной скоростью – всего за 5,3 секунды. Напомню, прежде кубик Рубика собирали Nokia N95 и Motorola Droid. Революционная камера Литро, которая еще совсем недавно была лишь концептом, выходит на рынок и, главное, будет стоить совсем не миллионы. Напомню, в момент съемки Литро собирает максимум информации о снимке и таким образом освобождает пользователя от возьмись с фокусировкой, выдержкой и так далее. Ведь изменить освещенность, фокусные точки, насыщенность оттенков и другие показатели можно уже на готовом фото. 8-гигабайтную модель, способную хранить до 250 фото, можно будет приобрести за 400 долларов, а 16-гигабайтную версию, рассчитанную на 750 снимков, за 500 долларов. Продажи новинки стартуют в начале 2012 года. Компания Canon пополнила линию эколюбительских фотокамер с несъемным объективом Canon Digital XS. Новинка XS 1100 – это цифровая фотокамера, позволяющая делать снимки с максимальным разрешением 12 мегапикселей. Небольшие габариты и корпус из нержавеющей стали сделают фотоаппарат удобным и надежным помощником в любом вашем путешествии. HS-систем и удобное управление с помощью большого сенсорного экрана позволят получить изумительные снимки и видеозаписи качества Full HD. Заряда аккумулятора хватает на 170 снимков. Приобрести новинку вы можете в сети магазинов цифровой техники Q. Японские исследователи создали язык для будущего робота-хамелеона. Самого робота они еще не создали, зато сделали одну из наиболее сложных частей будущей конструкции – язык. Подобная система является весьма удобной вещью для роботов, предназначенных для выполнения некоторых специфичных действий. В основе разработанной японцами системы лежит пневматическое орудие, выстреливающее магнитный снаряд, привязанный к основанию тонким, прочным, упругим шнуром. Захват объекта происходит за одну десятую секунды. Мобильная часть искусственного языка состоит из эластичного полимера, что позволяет контролировать скорость его возвращения в исходное состояние. Конечно, эта система не сможет заменить настоящего хамелеона. Во-первых, она работает только с магнитным материалом, чтобы захватить объект. Во-вторых, она использует датчик, чтобы отслеживать точный момент времени падения улавливаемого объекта. Но первую проблему можно решить с помощью длинной липкой ленты, а датчик можно заменить лазерной системой. В результате исследователи планируют создать роботизированный язык, радиус действия которого будет составлять без малого 10 метров. Этот механизм может иметь как минимум несколько робототехнических приложений. Возможно, он будет использован даже для перемещения движущихся объектов на производственной линии. Ну и, конечно же, для ловли насекомых. На этом я и партнер программы сеть магазинов цифровой техники Кью. Желаем вам удачи. Увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин